Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Ко дню памяти и скорби Абхазия готовится отметить 20-летие начала Отечественной войны. Абитуриянские волнения в высших и средних специальных учебных заведениях страны проходят вступительные экзамены. Абхазия в графическом изображении. Персональная выставка работ Рауфа Барциц. 14 августа в Абхазии будет отмечаться День памяти и скорби. В этот день ровно 20 лет назад началась Отечественная война народа Абхазии. К этой трагической дате в новейшей истории нашей страны приурочен ряд мероприятий, о которых рассказал сегодня журналистом премьер-министр Леонид Лакербая. Подробности в репортаже Белы Кварчи. 14 августа – День памяти и скорби. В этот день с самого утра в 9.30 состоится возложение цветов к мемориалу павших защитников Абхазии. А в 21 час на Сухумской набережной в районе Колоннады будет демонстрироваться фильм известной журналистки Эммы Хаджава «Песни военных лет». Как отметил премьер, данный проект является одним из основных мероприятий, приуроченных 20-летию начала войны. «Основное упор на это мероприятие, я считаю, это очень важно. Вообще эту тему надо использовать. Мы сейчас, как вы знаете, готовим программу, связанную с 20-летием победы, уже готовим. И в наработках, которые у нас есть, это, конечно, диск, связанный с песнями военных лет. У нас есть то, чем мы можем гордиться. У нас есть то, чем мы можем гордиться. И вот наша гордость, она должна быть достоянием любого гражданина Абхазии, и наших гостей, которые будут сюда приезжать. И в рамках вот этой программы много что собираемся делать. Там будет и материал, связанный с изданием книг о тех процессах, которые шли в военный период. После окончания концерта «Песни военных лет» состоится факельное шествие к мемориалу в Парке Славы. А 15 августа мероприятия будут приурочены Дню добровольца Республики Абхазии. Как заявил премьер, в скором времени этот день будет официально закреплен в календаре памятных дат Республики. 15 августа в 19 часов в памяти добровольцев, погибших в Абхазии, в Государственной филармонии имени Рождена Гумба, пройдет концерт с участием лучших артистов и коллективов страны. В 20.30 свою программу предложат молодежные организации. Она будет проходить на Сухумской набережной. А в городе Гудауте, в здании лесхоза, где во время войны располагался оперативный штаб, будет открыта мемориальная доска. 20 лет назад, 15 августа, в Абхазию прибыли первые добровольцы из тех, кто помогал нам отстаивать свою независимость. Эта дата, я полагаю, и такое намерение есть, будет в числе памятных дат в дальнейшем включена. Что планируется в этот день? Накануне в телевидении покажут несколько фильмов о добровольцах, из того материала, что есть на телевидении. Будет проведен круглый стол. Вести круглый стол будет Ирина Агрба, та самая Ирина Агрба, которая занималась вопросами телевидения по линии Конфедерации народов Кавказа. Я не буду раскрывать всю программу, довольно удачно скомпонованную, я так считаю, по крайней мере, которая стыкует интересы и поколение, которое воевало, взрослые молодежи нашей, с привлечением курсантов училища. На мой взгляд, удачное мероприятие должно быть. Глава правительства подчеркнул, что мероприятия подобного масштаба и подготовленности в Абхазии пока не было. И звук, и свет, которые будут сопровождать действия, все будет соответствовать высоким стандартам. Леонид Лакирба и отметил, что такой уровень проведения памятных дней обеспечен благодаря усилиям многих людей и организаций, самих авторов проектов и сотовой компании «Аквафон», которая выступила генеральным спонсором памятных мероприятий. Белла Кварча, Торни Камичба, Валерия Агума, Абаза ТВ. Учения «Кавказ-2012», в которых этой осенью будут задействованы порядка 8 тысяч военнослужащих, не представляют угрозы для других стран. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистом заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Постников. «Учения не будут крупномасштабными. Их направленность не предполагает угрозу другим странам и военно-политическим блокам», сказал генерал. «Чтобы исключить дополнительную напряженность во взаимоотношениях с нашими некоторыми соседями, среди участников учения отсутствуют подразделения военных баз в Армении, Южной Осетии, Абхазии. В составе участников нет представителей других государств. Сами по себе учения «Кавказ-2012» будут проводиться только на территории России», сказал Александр Постников. До завершения Олимпиады в Лондоне осталось несколько дней. Одними из последних в борьбу за олимпийское золото вступают борцы-вольники-мужчины. 10 августа наступает решающий день для Дениса Царгуша, нашего знаменитого соотечественника, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы. Членство в олимпийской сборной Денису удалось нелегко, но он полон решимости доказать, что оно того стоило и добыть очередное золото для России, чего мы ему от всей души желаем. О том, как в Абхазии будут следить за выступлением своего знаменитого земляка, расскажет Денис Кузьмин. Начало состязаний борцов на Олимпийских играх без преувеличения ждет вся Абхазия. Ведь там выступит человек, которого в Абхазии знает каждый. Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион России Денис Царгуш. На Олимпийских играх Денис еще не выступал ни разу. Это можно считать финишной прямой, последним препятствием на огромном историческом пути, на котором абхазский вольноборец сумел завоевать все. Все, кроме Олимпийского золота. Как ни парадоксально, но величина этого пути находится в обратной пропорции к его длине. Всего три года потребовалось Денису Царгушу на завоевание всех этих титулов. 2009 год стал переломным. Золотая медаль на чемпионате мира и начало мирового триумфа абхазского вольноборца. Своему выступлению на Олимпийских играх Денис Царгуш обязан победе над олимпийским чемпионом Адамом Сайтиевым, которого считал своим спортивным кумиром. Именно от этой победы на чемпионате России зависело место в российской олимпийской сборной. Для обоих борцов это была принципиальная схватка. От Сайтиева ждали триумфального возвращения после трехлетнего перерыва. Но абхазский борец вновь проявил характер и одержал уверенную победу, показав тем самым, что он далеко не случайно попал в Олимпийскую сборную России. Выступления Дениса Царгуша на Олимпийских играх в Лондоне в нашей республике ждут с нетерпением. Ведь это станет и победой Абхазии. Ну, конечно, Денис Царгуш, так как наш земляк, мы все с гордостью и с радостью будем следить его поединок. И все с радостью хотим, чтобы он победителем, выжил и приехал героем Олимпиады. И чтобы здесь встречали его как родной, он и так наш родной поэц, который с гордостью поднимает имя нашей республики. И что он украшает город, который, как сказать, возвышает его звание, чтобы с маленькой республики вышел такой известный спортсмен, борец. Конечно, только с радостью ждем его победы. Денису хочу пожелать победы. Это будет победа не только Дениса и не только сборной России. Это будет наша победа. И я думаю, что достижения Дениса, они уже высоки, их уже много. И если даже он не выиграет, но я надеюсь, он по-любому выиграет. Мы все на это надеемся и в этом уверены даже. Денис – это стимул, большой стимул нашей молодежи, которая у нас растет. Маленькие дети, они сегодня в спортзалах, мы замечаем, тренируются и хотят, и стремятся к тому, чтобы достичь ранга Дениса. То есть это уже большое достижение, то, что он сделал для нас, для развития спорта в Абхазии. И я думаю, что на этом он не будет останавливаться. Мы с тобой, Денис, вперед за Абхазию, газуй, братан. Игорь Кучуберя занимается боксом, но примером для себя считает Дениса Царгуша и мечтает добиться таких же успехов в своей спортивной карьере. Я оцениваю шансы Дениса Царгуша очень так, полноценно. Он уже очень много чемпионатов выигрывал, так что я болею за него. Хочу добиться успехов точно таких же, как Денис Царгуш, только, конечно, в боксе. В Сухуми на площади у набережной Махаджиров ведутся монтажные работы для подготовки трансляции программы выступления вольноборцев на Олимпийских играх в Лондоне. Все желающие смогут прийти на площадь и вместе поболеть за нашего чемпиона. Телеканал Абаза ТВ также не останется в стороне и предоставит свое эфирное время для ретрансляции поединков. Выступления борцов на Олимпиаде начнутся 10 августа в 16.00, а трансляция на нашем канале начнется в 17.45 с полуфинала. Оставайтесь в курсе событий Олимпийских игр. Смотрите Абаза ТВ и болейте за Дениса Царгуша. Денис Кузьмин, Александр Чернов, Валерий Агума, Абаза ТВ. К другим темам. В Абхазии пора вступительных экзаменов. Среднеспециальные учебные заведения и госуниверситет ждут большого числа абитуриентов, так как выпускников школ в этом году было намного больше, чем в прошлом. Наши корреспонденты побывали в нескольких сухумских колледжах и госуниверситете и понаблюдали за ходом вступительных испытаний. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Для абитуриентов в Абхазии дни жаркие не столько из-за погоды, сколько из-за накала страстей в аудиториях, где проходят экзамены. Большого конкурса, да и вообще конкурса как такового нет почти ни на одном из факультетов АГУ. А в средне-специальных учебных заведениях наблюдается даже дефицит желающих освоить ту или иную профессию. Однако это нисколько не успокаивает вчерашних школьников, и они переживают и боятся строгих экзаменаторов. Ну, я очень давно мечтала стать медсестрой и хочу помогать людям. Также хочу, чтобы они были все здоровы. И поэтому я выбрала эту профессию, поступаю в этот колледж. Сегодня у меня был экзамен, я его сдала на отлично. И вот, хотелось бы пожелать удачи всем, поступающим в этот колледж. 2012 человек выпустили абхазские школы в этом году. Это примерно на 400 выпускников больше, чем в прошлом. Преподаватели отмечают, что именно из-за этого увеличилось число абитуриентов, хотя подготовка их чуть хуже. Заведующая кафедрой абхазского языка литературы АГУ, Диана Аджинжел отмечает, что особенно плохо ребята сдают абхазский язык. Вот динамика по сравнению с прошлым годом, если честно сказать, то в этом году более слабые дети. Сказать честно, то мы диктанты, если бы как положено прочитали бы, как положено бы исправили, конечно, немало бы, двоек было бы. А декан экономического факультета Госуниверситета Беслан Барателли недоволен тем, как его абитуриенты сдали математику. Мне показалось, в этом году с математикой было немножко хуже, поскольку по результатам вступительного экзамена на экономический факультет по дисциплине математики у нас нет ни одной пятерки. Хотя среди абитуриентов есть несколько абитуриентов, которые закончили школу с золотой медалью. 18 человек, слушатели подготовительных курсов Сухумского открытого института, станут студентами АГУ. На отделении менеджмент их зачислят по результатам собеседования. Проректор Виктор Маландия не связывает увеличение количества желающих поступить в АГУ с тем, что САИ больше не принимает студентов, но также акцентирует внимание на низком уровне среднего образования нынешнего поколения выпускников. Именно из-за этого в АГУ увеличили долю вольнослушателей, тогда как в прошлые годы это была не слишком популярная практика. В этом году мы используем такой прием, как прием в качестве вольнослушателей. В течение первого семестра он проявляет себя, реализует себя, и те, кто действительно освоят необходимый минимум, они становятся полноценными студентами. Есть специальности, которые студенты почему-то обходят стороной. География, биология и химия чуть ли не самые непопулярные отделения АГУ. Хотя специалисты в этих областях весьма востребованы и не только в школах. Они востребованы не только в качестве учителей в школе, но и в научно-исследовательской сфере. И, конечно же, что касается экологической тематики, то эти специалисты очень нужны в нашей республике. Но, по словам Арины Гогу, сильные студенты в этом году будут учиться на биохимическом. А в медколледже совсем не популярно лабораторное дело. Набор в этот сектор продлен. Хотя абитуриенты в этом году в колледже как никогда много. В этом году намного лучше подготовлены учащиеся и больше их по сравнению с предыдущими годами. На стоматологическое отделение, лечебное отделение, акушерское отделение, аптечное отделение. У нас нет абитуриентов на сангик и лабораторное дело. Это очень хорошие факультеты, но почему-то не идут учащиеся. Всем желающим учиться рады в Абхазском многоотраслевом колледже. Сюда принимают всех. По словам его преподавателей, большинство поваров в сухомских ресторанах и их выпускники. Мы открыли недавно новую группу «Повар со знаниями абхазской и европейской кухни», «Повар-кондитер» и «Экономика и бухучет». Это основные, куда больше всего идут. А так у нас есть налоги, налогообложения, группа, банковское дело. Мы хотим всегда открыть еще какие-то рабочие специальности, но, к сожалению, куда-нибудь мало. Один год, правда, мы выпустили электриков, а так желающих не бывает. Те, кто не успел подать заявление на поступление в учебное заведение или до сих пор не определился с будущей специальностью, не опоздали совсем. Большинство колледжей готовы принять учащихся и с радостью будут работать со всеми, кто готов учиться. Пропуск людей и автотранспорта на российско-абхазской границе проходит без задержек и очередей, сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Саида Таркил. По его словам, ранее большие очереди, в пик коррортного сезона на границе возникали из-за того, что функционировали не все посты паспортного контроля на российской стороне. Сейчас ситуация с пропуском людей и автотранспорта на российско-абхазской границе нормализовалась. Все кабины контроля на российской стороне работают. В сутки границу пересекает 30-35 тысяч человек и более 3 тысяч автомобилей, сказал Таркил. Он также отметил, что в этом году максимально упрощены все таможенные процедуры. На границе отменен временный учет транспортных средств, а также страхование граждан, пребывающих в Абхазию, отменено еще в прошлом году, что тоже способствует упрощению прохождения границы, считает руководитель таможенной службы республики. «Моя Абхазия» так назвал свою персональную выставку, открывшуюся в центральном выставочном зале Сухума, известный абхазский художник-график Рауф Барциц. Творчество художника широко известно за рубежом, но на родине это его первая персональная выставка. Среди многочисленных посетителей экспозиции были и наши корреспонденты. Репортаж Владимира Никонова. Рауфа Барциц, чье творчество в равной степени хорошо известно и ценимо и в Абхазии, и в России, смело можно отнести к разряду наиболее популярных и успешных художников, работающих в основном за пределами нашей страны. На родине, в Абхазии, Рауф Барциц, к сожалению, бывает не так часто, как хотелось бы, потому его персональная выставка со столь красноречивым названием «Моя Абхазия» стала весьма заметным событием культурной жизни республики, вызвав высочайший зрительский интерес. Тем более, несмотря на известность художника, это его первая персональная выставка в Абхазии. И, конечно же, это стало также очень значимым событием и в жизни Рауфа Барциц, поскольку встреча с земляками, с друзьями, с родными людьми дело ответственное и волнительное. И к выбору работ на персональную выступу художник подошел очень и очень строго и тщательно. Эти работы создавались очень долго. Я их создавал в Москве много лет. Я работал, думаю, в дворце СССР и Россия. Там специальная база есть, это специальные на советские. Это была, в общем-то, долгая работа, многолетняя работа. И, конечно, начиналось с серии детства, серии Бламурхова, дружинки Бламурховой, серии «Моя Абхазия», исторические мотивы Абхазии. То есть это, как бы, долголетняя, осмысленная, целенаправленная, в общем-то, работа, которая направлена, значит, была на изображение самой истории, значит, Абхазии в образах, в, значит, летописи, значит, печатной графики, которая, в общем-то, имеет свои традиции, многовековые традиции, в общем-то, это, так сказать, это началось в Москве, точнее, и в Москве, значит, с удовольствием, эти работы у меня, значит, брали, я им дарил, в общем, были на них на больших выставках Курск, Воронеж, Чебоксары, Самара, то есть, все эти работы, общем-то, очень хорошо, так сказать-то, принимали зрители Российской Федерации, ну, естественно, в Москве, многие эти работы опубликованы в больших изданиях и малых изданиях, в общем-то, я принес, вот тут подарил, значит, каталоги, то есть, как бы, вся эта серия, хотя она совершенно непонятна русскому, значит, зрителю, но она принимается с удовольствием, значит, и, как бы, опробирована уже, значит, в российском, значит, московском, поэтому, конечно, мне хотелось, как это все представить абхазскому, значит, моему народу, конечно, это очень волнительно и ответственно, и вот сейчас, в общем-то, экзамен для меня, вот, именно вот в этой серии. Хоть и довольно давно живет и работает Рав Борцит в Москве, где получил он заслуженное признание, о чем свидетельствует звание доктора педагогических наук, профессора, академика Международной Академии наук педагогического образования, должность завкафедры МГУ, многочисленные награды, полученные на различных художественных выставках, авторство немалого количества книг, монографий, учебных пособий, Рауф Борцит был и остается прежде всего абхазским художником, и подтверждением этому его произведения, выполненные в редкой на сегодняшний день технике печатной графики, эстампа, афорта, линогравюры, литографии, и не только темы, но и сама техника работ Рауфа Борцит созвучна абхазскому традиционному народному творчеству. Ну, а жизнь, что называется, на две страны, на два города, тоже может благотворно сказываться на творчестве художника. С одной стороны, скажем, я насилию абхазской культуры, абхазской моталитета, с другой стороны, я дышу и живу русской культурой, я воспитансь на русской культуре, конечно, это все взаимосплетение двух культур, которые помогают мне двигаться вперед, вдохновляют эту ситуацию. Я, конечно, очень много работаю со студентами московских вузов, занимаюсь научной работой, занимаюсь аспирантами, докторантами, в общем-то, очень много работ, работы очень много, но, конечно же, уровень сейчас в Москве достаточно высокий в образовании, в культуре, и, конечно, хочется, значит, какие-то элементы сюда перенести, внести, помочь, но пока это очень трудно все совмещать, конечно, пока планы есть, надо там посмотрим. Около 50 работ представлено на персональной выставке абхазского художника-графика Рауфа Барцец и жители Абхазии, пожалуй, впервые имеют уникальную возможность в толь широком объеме ознакомиться с творчеством своего известного и, несомненно, талантливого соотечественника Рауфа Барцец с полным правом и человеческим, и художническим, назвавшим свою выставку «Моя Абхазия». Владимир Никонов, Торник Амичба, Валерий Агумау, Абаза ТВ. А накануне выставки президент Александр Анкваб принял Рауфа Барцец. Художник преподнес в подарок президенту свои картины и книги, сообщает Абстнепресс. Александр Анкваб отметил труд художника в деле воспитания подрастающего поколения. «Нужно выявлять таланты и помогать им в дальнейшем становлении», сказал президент. 9 августа в Абхазии отмечают День Святого Пантелеймона, Целителя. В Сухумском соборе состоялось богослужение, которое вел Иерей Виссарион Аплия. Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы был построен в 1915 году на средства греческой общины Сухума и до 40-х годов XX века являлся греческим храмом. Кафедральным собор стал после Великой Отечественной войны. В соборе Святого Пантелеймона Новоафонского монастыря с утра состоялось торжественное богослужение «Водосвятный молебен и крестный ход». Вел богослужение настоятель Новоафонского монастыря хейеромонах Андрей Ампар. В богослужении участвовали также священнослужители и паломники из России, передает Абснепресс. И в завершении о погоде в Сухуме. По сообщениям синоптиков 10 августа в столице ожидается переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 29, ночью 24 градуса. Морская вода 27 градусов. Это вся информация к этому часу. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова